Вы когда-нибудь задумывались, что связывает великих святых с нашей повседневной жизнью? А знаете ли вы, что 8 октября мы отмечаем День памяти преподобного Сергия Родонежского, одного из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви? Его чудеса продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру, а его наследие живет в наших традициях и обрядах. Но как же его жизнь может влиять на нас сегодня? Оставайтесь с нами и вы узнаете не только о его великих подвигах и чудотворениях, но и о том, как мы с вами можем продолжить получать помощь святого Сергия. Погрузитесь в эту удивительную историю и откройте для себя мир духовного подвига и народных обычаев. 8 октября Православный мир отмечает День памяти преподобного Сергия Родонежского, одного из величайших святых Русской Православной Церкви, которого называют Игуменом Земли Русской. Этот день связан с его представлением, и для миллионов верующих это время не только для молитв, но и для размышлений о жизни святого, его подвигах, а также чудеса, которые он совершал при жизни и продолжает творить по молитвам людей. Сергий Родонежский в миру Варфоломея родился 3 мая 1314 года в благочестивой семье под Ростовом и с ранних лет проявлял стремление к духовному пути. Его жизнь была посвящена служению Богу и ближним, и уже в 23 года он принял монашеский пастриг с именем Сергий, начав путь, который преобразовал духовную жизнь России. В 1337 году он основал Троицу Сергееву Лавру, монастырь, который впоследствии стал духовным центром Руси. Под его руководством монастырь не только процветал, но и стал местом объединения русских князей в борьбе за независимость. Одним из ключевых моментов жизни преподобного Сергия стало его благословение князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву в 1380 году. Благодаря своему влиянию и мудрости Сергий Родонежский способствовал объединению княжеств перед лицом внешней угрозы. Его благословения и молитвы помогли русским войскам одержать победу, что стало поворотным моментом в освобождении Руси от татаро-монгольского ига. Сергий Родонежский был известен своим даром чудотворения. Люди стекались к нему со всех уголков Руси, чтобы получить исцеление, духовную помощь и утешение. Считается, что он мог исцелять болезни и недуги, как телесные, так и духовные, и даже воскресил умершего ребенка по молитве. 8 октября каждого года православные верующие совершают особые богослужения в память о его жизни и чудесах. Сергий Родонежский оставил после себя не только троицы Сергееву Лавру, но и множество других монастырей, которые стали оплотами духовности на Руси. Интересно, что по преданию Сергий Родонежский встретил монаха-ангела, который помог ему овладеть грамотой. Это чудо является символом духовного просвещения и обучения, что делает Сергий Родонежского покровителем учащихся. Чудеса по молитве Сергия Родонежского продолжаются и в наше время. Множество людей обращаются к нему в молитвах за помощь в исцелении, в укреплении духа и обретении мира. Многие свидетельствуют о чудесных исцелениях и избавлениях от бед и страданий. 8 октября в народном календаре отмечался, как Сергей Капустник, день, связанный с памятью преподобного Сергия Родонежского и традицией засолки капусты. Этот праздник, называемый также Сергеев день, капустник, курятник, был временем, когда на Руси готовили капусту к зиме и устраивали ярмарки, где продавали кур. Сергий Родонежский в миру в Арфоломее был одним из самых почитаемых святых русской церкви. Его уважали за чудотворные способности и преданность служению Богу. Народ приписывал ему не только духовные заслуги, но и помощь в бытовых делах. Так, капуста, традиционный овощ на Руси, играла важную роль в повседневной жизни и считалась не только пищей, но и лекарством. Капустный сок использовали для лечения желудочных недугов, а капустные листья прикладывали к больным суставам. Засолка капусты на зиму была коллективным ритуалом. В этот день вся семья, от малышей до стариков, собиралась за этим важным делом. Детям поручали чистить яблоки и морковь, старшим доверяли нарезку, а взрослые шинковали капусту. Этот процесс был не просто заготовкой продуктов, а символом удачи и благополучия на предстоящий год. Считалось, что вся семья должна внести свою лепту, чтобы год прошел удачно. Сергей Авдень был также известен как курятник, поскольку крестьяне забивали кур и продавали их на ярмарках. Птицы и их продукция имели важное значение для деревенской жизни. Куры обеспечивали семью мясом и яйцами, а также были источником дохода. Существовала даже легенда, что благословение Сергия Родонежского распространялось на домашних животных, и те, кто получал его благословение, могли рассчитывать на удачный урожай и хорошие приплоды. Особое значение уделялось капусте и ее консервации. Традиционно капусту квасили с первыми заморозками, когда она достигала максимальной зрелости. Каждый дом имел свои уникальные рецепты квашения, придаваемые из поколения в поколение. В капусту добавляли различные ингредиенты – и клюкву, и бруснику, и яблоки, морковь, чтобы улучшить вкус и сделать продукт еще более полезным. Процесс рубки капусты и ее соления воспринимался как ритуал, связанный с благополучием дома и семьи. Народи верили, что капуста, засоленная в день Сергия Родонежского, будет не только вкусной, но и наделенной целебными свойствами. Люди верили, что сама природа через этот овощ передает свою силу и энергию, а день, посвященный святому, лишь усиливал ее магические свойства. Чудеса Сергия Родонежского не ограничивались только духовной помощью. Считалось, что молитвы к нему помогают в самых простых жизненных делах – от улучшения здоровья до защиты домашнего хозяйства. Люди обращались к нему с просьбами о благополучии семьи и домашних животных, в том числе кур, которые в это время года часто отправляли на продажу. С утра наши предки посещали храмы, стоя перед образом Сергия Родонежского и молясь ему. Они просили о здоровье, семейном благополучии, помощи в воспитании детей и защите от врагов и клеветников. Сергий Родонежский для многих был духовным наставником и помощником, к которому обращались за исцелением и мудрым советом. После молитв в храме наступало время повседневных дел. В этот день, как мы уже ранее сказали, традиционно занимались заготовкой капусты. И женщины готовили начинку. Также в этот день старалась участвовать вся семья в этом процессе. Мужчины рубили капусту, женщины готовили начинку для пирогов, а дети помогали чистить овощи. Главным блюдом этого дня были пироги с капустной начинкой, которые символизировали изобилие и плодородие. Кроме того, женщины варили щи из свежей капусты, готовили голубцы. Эти блюда считались неотъемлемой частью праздничного стола. По народным обычаям, 8 октября, в день Сергия Капустника, люди ходили в баню, чтобы смыть накопившиеся проблемы и освободить душу и тело от негатива. Баня не только очищала тело, но и считалась ритуалом духовного очищения. Также было принято приводить в порядок дом, чтобы подготовиться к холодам и обеспечить гармонию и уют в семье. Одним из обычаев было использование четверговой соли, которая готовилась в Великий Четверг к Страстной Неделе. Эту соль считали мощным оберегом от злых сил и болезней, и на Сергия Капустника ее расставляли по дому, а небольшую щепотку добавляли в квашеную капусту. Считалось, что это не только улучшит вкус, но и принесет богатство в дом. Крестьяне также кормили домашний скот капустными листьями, веря, что это защитит животных от болезней и укрепит их здоровье на зиму. Такие традиции, связанные с капустой, подчеркивали важность их хозяйственного труда и заботы о доме в этот день. Здоровье в этот день считалось особенно уязвимым, и наши предки уделяли внимание своему телу. По народным поверьям, этот день благоприятен для омоложения организма. Полезно посетить баню, спа-салон или просто позаботиться о себе с помощью косметических средств и правильного питания. Считалось, что болезни пройдут легко, если их вовремя лечить, а продукты усвоятся лучше. Особое внимание уделяли миндалю и соленым продуктам, а вот сладкое и горькое рекомендовалось избегать. Музыка в этот день тоже играла важную роль. Она помогала гармонизировать душу и тело. Стрижка волос 8 октября тоже имела свое очень важное значение. Этот день был удачным для стрижки, если ее привести до вечера. Стрижка могла принести не только свежесть и привлекательность внешнему виду, но и символизировала обновление и успех. Однако после 18 часов стрижку не рекомендовалось сделать. Это могло негативно сказаться на душевном состоянии. Сергеев день, который отмечался 8 октября, издревле был не просто днем почитания святого, но и важным этапом для наших предков в предсказании погоды на зиму. В этот день начинались настоящие приготовления к зиме, и природа сама подсказывала, какой будет холодный сезон. Наши предки с уважением относились к наблюдениям за природой, полагаясь на свои знания и приметы, чтобы предсказать, каким будет предстоящий сезон. Сергеев день погода давала ясные намеки на будущее. Если 8 октября выпадал первый снег, это считалось важным знаком. Зима придет рано, а следующее лето будет мягким и комфортным. Такой первый снег считался предвестником хороших урожаев и удачного сельскохозяйственного года. Также в этот день считалось, что если на Сергеев день было тепло и солнечно, то можно не беспокоиться до конца октября. Теплая погода продержится еще несколько недель. И напротив, если 8 октября становилось холодно или был мороз, это указывало на раннее наступление зимы и вероятность холодной осени. Особое внимание в этот день уделялось ветру. Его направление на Сергеев день предсказывало погоду на несколько месяцев вперед. Южный ветер обещал мягкую и теплую зиму. Такой ветер воспринимался как предвестник стабильной погоды без сильных холодов. Северный ветер, напротив, указывал на студенную и суровую зиму с морозами и снегопадами. Западный ветер предсказывал снежную зиму, что для многих регионов было признаком хорошего урожая в предстоящем году, так как снег защищал землю от морозов. Восточный ветер означал холод и слякоть, что символизировало непростую и непредсказуемую зиму, возможные оттепели и гололед. Эти народные приметы помогали крестьянам подготовиться к долгому холодному сезону, определяя, когда лучше всего начать зимние работы и как готовить хозяйство. Особое внимание уделялось первому снегу. Он считался не просто погодным явлением, но и важным символом жизни сельских жителей. Выпадение первого снега на Сергия Капустника предвещало удачное следующее лето. Согласно поверьям, чем мягче и спокойнее пройдет этот день, тем комфортнее будет лето в следующем году. Первый снег в народе воспринимался как знак чистоты и начала нового жизненного цикла. Он символизировал окончание старого периода и начало нового обновленного этапа в жизни. 8 октября отмечают свои именины обладатели таких имен, как Александр, Евгений, Николаев, Федор, Сергей и другие. Люди, рожденные в этот день, считались особо сильными и мудрыми, обладающими стойкостью и умением защищать своих близких. О них говорили с ними, как за каменной стеной, подчеркивая их надежность и готовность к подвигам ради высокой идеи. Согласно новогодним поверьям, сны, увиденные в ночь с 7 на 8 октября, считались особенно значимыми. Они могли давать подсказки на будущее и содержать важные символы, предвещающие развитие событий в жизни. Такие сны часто воспринимались как начало долгого повествования, которое будет продолжаться в течение следующих ночей. Сергей Евгений, известный в народе как Сергей Капустник, с давних времен был наполнен множеством примет, запреты и поверья, которые люди неукоснительно соблюдали. Этот день, отмечаемый 8 октября, считался важным рубежом в годовом цикле сельскохозяйственных работ, когда начинались важные обряды, касающиеся урожая и домашних дел. Сам праздник тесно связан с памятью святого Сергея Родонежского, которого почитали как духовного наставника и заступника. Одним из главных запретов на Сергея Капустника было избегание конфликтов и разногласий. В народе верили, что любой спор, ссора или обсуждение чужих поступков в этот день могут нанести не только психологический, но и физический вред. Согласно народным приметам, те, кто сеяли раздор на Сергея в день, могли столкнуться с болезнями или неприятностями, которые продлятся весь год. Отсюда и возникло и поверье, что тот, кто посеет раздор на Сергея, может лишиться здоровья. Люди старались быть мягкими и терпимыми, не вступать в споры и не судить других людей, так как это считалось залогом спокойной и счастливой жизни. Милосердие занимало особое место в этот день. Неотъемлемой частью праздника считались подаяния бедным и нуждающимся. Если кто-то просил помощи, отказ в этот день считался дурной приметой. Считалось, что человек, прошедший мимо протянутой руки, может лишиться своей удачи и благополучия. В деревнях это поверье было особенно сильным. Каждая хозяйка или хозяин старались сделать что-то доброе, помочь нуждающимся, чтобы привлечь в дом благосостояние и защититься от беды. Народная мудрость гласила, не откажешь в помощи в этот день, год будет удачным. Народная примета, связанная с разбитым стеклом или зеркалом, считалась одной из самых интересных в этот день. Если в этот день случайно разбивалось стекло, то его осколки нельзя было выбрасывать. Вместо этого их следовало закопать под молодым деревом. Считалось, что это принесет счастье, особенно девушкам, для которых разбитое стекло в Сергея в день сулило скорое замужество. Такой обряд был символом преображения разрушенного в нечто новое и светлое, и наши предки придавали ему глубокое значение. Гордыня и высокомерие на Сергея Капустника считались крайне опасными качествами. Высокомерное поведение могло привести к бедам и несчастьям. Считалось, что тот, кто в этот день проявит заносчивость или пренебрежение к другим, может привлечь к себе негативные последствия в ближайшем будущем. Поэтому это был день, когда требовалось проявлять смирение, доброту и уважение ко всем вокруг. Еще одной важной традицией было хранение молчания о своих планах. В этот день я рекомендовала разделиться будущими намерениями и планами. Народе считалось, что если рассказать о своих планах, они не сбудутся. Это время требовало сдержанности, так как каждый лишний разговор о будущем мог оттолкнуть удачу. Люди старались не распространяться о своих делах и не делиться своими мечтами, чтобы сохранить шанс на их воплощение. Особое место на Сергея Капустника занимала интуиция. В этот день люди уделяли внимание своим внутренним ощущениям и знаком, посылаемым судьбой. Любое случайное событие или знак рассматривались как важное предзнаменование. Считалось, что интуиция на Сергеев день особенно остра, и она может подсказать правильные решения. Поэтому люди прислушивались к своему внутреннему голосу, который мог направить их на правильный путь даже вопреки логике и рациональному мышлению. Вот такой, друзья, у нас с вами день 8 октября по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Всех вам благ, друзья! Услышимся в следующем видео!